...средь бела дня. Побойся, мы на эту валу видны. Полтора месяца ребёнок находился в неволе, и его заставляли делать страшные вещи. В школе он сказал учительнице, а нашу маму закрыли в дурку. Чтобы вернуть ребёнка, Оксане пришлось совершить преступление. Он меня постоянно угрожал. В этой истории замешана молодая женщина. Сегодня вы узнаете, зачем ей понадобился чужой ребёнок, и почему она хочет лежить Оксану Всего. На ваших глазах две женщины будут сражаться за мальчика. Но с кем из этой студии уйдёт 11-летний Артур? Кого он выберет? Это говорит Украина здесь, на телеканале «Украина». Тема нашей программы «Любовница хочет отобрать у меня всё». Здравствуйте, я Алексей Суханов. Итак, однажды у нашей героини украли ребёнка. И это стало началом настоящей жизненной драмы. Именно поэтому Оксана сегодня здесь, у нас в студии. Давайте поддержим её. Оксан, зачем вы пришли к нам? У меня муж выкрал ребёнка, выгнал меня из дома, и теперь живёт в нашем доме вместе со своей любовницей. Внимание на экран. Оксані Брагинець 37 років. Колись мріяла стати пекарем, але вже багато років працює поштаркою. Я никогда раньше не думала, что мой муж может со мной так поступить. Зі своїм тепер уже колишнім чоловіком вона познайомилася у 1999 році. Їхній роман тривав 5 років. И 2004-го року вони побралися. А вот и наш папа на фотографии. Раньше он был совершенно не таким, каким сейчас стал. У него было какое-то достоинство. Я могла его уважать за что-то любить. Сейчас он совершенно не такой. Подружья купила будинок у невеликому містечку. Тоді Оксана і не підозрювала, що такий щасливий і міцний шлюб насправді виявиться мильною бульбашкою. Їхня сімейна идилія ледь не закінчилася трагедією. Как ваш муж, бывший муж, выкрал сына? Он нашел к другой женщине и забрал вместе с собой ребенка. Но почему вы тогда это называете кражей ребенка, если он забрал его на ваших глазах? Он же отец. Он отец, но он забрал ребенка и не давал мне общаться с ним. Полтора месяца я не могла с ним нормально общаться. То есть вы даже не знали, где находится ваш ребенок в течение всех этих полутора месяцев? Я знала, что он в школе, мы живем в одном городе, но когда я приходила в школу, я получала угрозы от мужа, что если ты подойдешь к ребенку, тебе будет плохо. Угрожал расправой. Каким образом он угрожал? СМСками? Нет, он угрожал мне это все в лицо, по телефону. Как бы говорил, что будет на меня уголовное дело, если я буду общаться с ребенком. За что уголовное дело? Ну, что ребенок будет жить с ним. Вы ведь мать. Да. Вы не лишены родительских прав. У вас есть все права законные общаться со своим сыном 11-летним. Да, да. Ну, он решил, что я не имею права. Он начал меня очернять в том, что я плохая мама, что ребенок со мной неухоженный, голодный. И много всякой грязи он на меня вылил, о которой я даже представить не могла. Поэтому полтора месяца вы боялись идти в школу и не видели сына? Я пошла в школу, когда уже он мне четко дал понять, что я ребенка не увижу. И когда я пришла в школу, мне учительница вышла из кабинета, удивленная, говорит, а как? Мне сказали, что вы в дурке. Я говорю, как это? Кто вам такое сказал? Сказала, что пришел папа, представил, что вот новая мама, наша мама в дурке. Так и сказал? Так и сказал. Учительница, что... И в школе все были уверены, что вы в психиатрической лечебнице? Ну, все, не все, но учительница, по крайней мере, была в курсе. А на кого он сказал, что это новая мама? На его любовницу. Итак, муж Оксаны Брагинец, как она считает, украл или забрал их общего ребенка. Полтора месяца мать не знала, где ее сын, она не виделась с ним. Но как так получилось, что в краже замешана еще другая женщина? Зачем ей понадобился чужой ребенок? И что скажет нам бывший муж Оксаны, когда выйдет сюда, в эту студию? Что уговорила Оксана? О том, что я, ну, конченая тварь, и оба вы пошли вон отсюда. Он испугался так, что тут. И начал ее обнимать, и сказал, что я больше в эту малину не пиду. Олег, вы действительно пили при детях и занимались сексом? Оксана, давайте подробнее остановимся на том, откуда появилась та самая женщина, любовница вашего бывшего мужа. Ведь у вас до этого все было хорошо в семье. Ну, хорошо, но не очень. Как бы я не выставляла никогда свою личную жизнь на обозрение. Как мне стало известно, уже люди начали рассказывать, что эта связь уже 9 лет продолжается. Как вы жили с мужем? Вы ссорились? Ну, поскольку он постоянно ездил на заработки, он по полгода побольше отсутствовал дома. Как-то так мы общались. Ни шатко, ни валко вы общались. Сколько лет вы прожили вместе? Мы вместе прожили почти 11 лет. Почти 11 лет и 9 лет из этих 11. Вы уверены, что у него была любовница? Откуда вы это знаете? Я об этом узнала в 2010 году, когда мой муж неделю не появлялся дома, и я должна была заявить в милицию, чтобы мне сказали, куда он делся. Обыче знаменитого человека? Я пришла в милицию, а надо мной посмеялись, сказали, хочешь, мы покажем фотографию любовницы твоего мужа. А они откуда знали это? Мне показывали дело, наверное, какое-то, там была фотография на бланке наклеена. И они сказали, что это любовница вашего мужа. Да, и сказали, хочешь, мы скажем адрес, по которому он сейчас проживает. Я в это поверить не могла, я думала, что надо мной просто шутят. Вы пошли по этому адресу? Нет, конечно. Значит, неделю он отсутствовал дома, и все это время он был, как вы утверждаете, у любовницы. Да, так оно и было, да. Он мне потом это все рассказывал. Что он вам сказал, когда вернулся? Он признался в этом? Да, он признался, но говорил, что это просто случайно, там, ну, так загулял, забухал и все. Но потом уже мне стало известно, что они в этот период совершили кражу. Ну, как... Кражу? Вдвоем? С этой любовницей? Я подробностей не знаю, но она была в этом замешана, или она свидетелем была, или кем она. Но мужа закрыли на 4 месяца. И потом он вернулся к вам? Да, вернулся. Раскаялся? Ну, я думала, да. Ну, как бы, у меня было время 4 месяца подумать. У меня ребенок просто очень привязан к своему папе с самого рождения. И, видя, как ребенок страдает, как ему не хватает папы, я решила, что я, ну, как-то переступлю через свои чувства, через свою гордость. Ну, если он уверял, что это было случайно, как бы, раскаивался, вот. Ну, он вернулся домой. Когда муж признался, что у него есть любовница? А он, да, даже когда он ушел в декабре месяце из дома, он все равно не признавался, что у них отношения. Он всем ходил и рассказывал, что это моя подруга, у нас ничего нет. Скажите, пожалуйста, Оксана, а как он объяснил ваш бывший муж свой уход? Ну, что он не может больше уживаться с моим характером. И, уходя, он как раз, как вы утверждаете, выкрал сына. Да, он забрал ребенка с собой и сказал, что ребенок мой, я тебе его все равно не отдам. Ну, что нам скажет человек, который 9 лет скрывал от своей жены наличие любовницы, а потом еще и, как утверждает Оксана, выкрал ее сына. Встречайте, пожалуйста, Олега. Прошу вас. Олег, как вам удавалось скрывать отношения с другой женщиной целых 9 лет? Я, собственно, не скрывал ничего. Но только что нам Оксана сказала, что вы скрывали этот партнер. Ну, дело в том, что в ее понятии отношения это одно, а в моих понятиях это совсем другое. А что в ваших понятиях отношения? Ну, понимаете, для нее такое понятие, как просто нормальные человеческие отношения, это чужие-то. Она не понимает, что такое дружба, нормальные людские отношения, она этого не понимает. Так, подождите, 9 лет, вы просто дружили с той женщиной? Да. Она не была вашей любовницей? Внимание на экран. Олегову Брагинцю 44 роки. Він будівельник, ездить у відрядження по всій країні. Вдома бував нечасто, бо заробляв гроші для сім'ї. Если бы сначала у нее просто сложный был характер, то потом это уже превратилось буквально в террор. Свій шлюб з Оксаною вважає помилкою. И как бы Оксана не завагітніла, то навряд чи одружився без нею. Подружнє життя згадує, як суцільный жах. Вот такой вот бардак, это было везде здесь. Это все было вот на столе, в мойке. Вот, пожалуйста, в холодильниці у нас храняться почему-то половые тряпочки вместо продуктов. Я не знаю, как она здесь жила, кто здесь и как чем занимался. Ваша жена действительно была такой несносной, что вы ушли от нее именно поэтому? Из-за ее характера? Да. Из-за нее неряшливости? Да. То есть никакая женщина другая, молодая, не сыграла свою роль? Скажем так, в любом случае, появилось бы, допустим, у меня какие-то отношения с Аней или нет, я в любом случае ушел бы. То есть вы в любом случае хотели уйти от Оксаны? Да. Так вы тогда жили с Аней или нет? Нет. На то время, когда я ушел от нее, я не жил с ней. Скажите, пожалуйста, тогда неделю вашего отсутствия вы жили у Ани? Да. Да. Но у вас ничего не было? Нет. Оксана, вы не верите мужу? Ну нет, конечно. Но ведь вы, насколько я понимаю, никогда своими глазами не видели ничего такого. Дело в том, что когда мне стало это известно, когда мне в милиции показали ее фотографию, я уже вспомнила, что когда мы только купили наш дом, мы занимались ремонтом. У нас была штукатурка. И он приводил ее домой, она штукатурила нам стену, потому что мы сами этого делать не могли. Но я не могла подумать, что сколько ей там было, лет 17, она еще в училище училась, что у них может быть какие-то отношения. У меня просто не могло это уложиться в голове. А вы когда с ней познакомились? При каких обстоятельствах? Мы познакомились в одной компании. А когда у вас начались близкие отношения? Действительно близкие отношения начались во время вот этого же скандала. А какого скандала именно? Вот когда я ушел из дома, вот тогда уже я начал задумываться о более серьезных отношениях. А как было? Получилось так, она устроила грандиозный скандал. Акзана? Да, обвинила меня и ребенка в краже денег из ее кассы. Какой кассы? Ну она работает на почве, то есть имеет деньги, то есть дело с деньгами. Ну это было уже неоднократно, что у нее там, ну тому там лишние 100 гривен давала, там еще что-то, по 300 гривен у нее не до счета было в кассе. Я возвращал, как бы деньги ей давал, чтобы она положила в кассу. Но тут я проезжаю с работы, естественно с деньгами, беру Артура по магазинам туда-сюда и узнаю, у нее тысячи гривен не хватает в кассе. Я обвинила ничего лучшего, не придумал, как обвинить. Это либо ты сказала, либо Артур украли деньги. Вы так и сказали тогда, Оксана? Нет, на Артура я ничего не говорю, потому что он никогда этого не сделает. А муж, я знаю, для чего он это сделал. Для чего? У него были цели, потому что он подготавливал такую себе легенду о том, что я неадекватна, что я не контролирую свои поступки, свои действия, и списать на то, что я вот невнимательная и как бы просчиталась. То есть, по вашему мнению, Олег хотел вас подставить? Я считаю так. Итак, Олег ушел из семьи, чтобы быть с женщиной, которая, как он утверждает, его по-настоящему любит. Но что на самом деле эта женщина задумала сделать, к примеру, сыном своей соперницы? А теперь притон у меня в доме. Оксаночка, не звезди! Потому что он передавал деньги при мне на эти окна, так что не звезди! А что ты от меня ждал? Что ты от меня поцеловал, а чешу? А какие же еще ужасы рассказывал Артур вам о жизни с папой? Вы действительно украли ребенка у Оксаны или вы его забрали как отец? Дело в том, что когда поднялся этот скандал из-за этих денег, звучали такие просто слова и фразы, мне просто это уже надоело. Что уговорила Оксана? О том, что я, ну, конченая тварь и ничего лучшего придумать не могу, как просто украсть у нее деньги. И оба вы пошли вон отсюда. Так и сказала оба. Да. Обращаясь к вам и к сыну? Да. Я взял Артура, вышел, набрал Аню. Она говорит, послушай, даже если у тебя нет денег, просто не тормози, бери такси, приезжай сюда. Завтра мы решим с квартиры, переезжай сюда, переночуйте здесь у нас. Сын Артур пошел с вами добровольно. Да. Он хотел с вами идти. После того, как, по вашим словам, Оксана, обращаясь к вам двоим, сказала, пошли вон. Да. Что было дальше? А дальше мы на следующий день пошли, договорились за квартиру, оплатили ее. Еще одну ночь мы переночевали у них. На следующий день мы пошли, навели, ну, в этот же день и на следующий день мы навели полностью порядок, чтобы можно было нам с Артуром там уже, скажем так, жить. И все. И на следующий день мы уже жили там. Так вы жили с Артуром вдвоем? Да. Все так и было? Нет, конечно. А как? Нет. Он забрал ребенка, он по телефону начал терроризировать меня, сказал, что ты такая мама плохая, я хороший папа, создал лучшие условия для ребенка. Но я-то знала эту Аню, я знала, чем они занимаются, какой образ жизни они ведут. Скажите, вы правда не давали матери видеться с ребенком полтора месяца? Я думаю, что когда мы ушли тогда из дому с сыном, первую неделю она даже ни разу не позвонила. Первую неделю ни разу не позвонила, даже не поинтересовалась, где мы, что мы, где сын. Она только через неделю, только через неделю, и то, как она отреагировала, она молча ничего не сказала ни мне, ни Артуру, ни слова. Она пошла в милицию и заявила о том, что я украл у нее сына. Так вы давали видеться матери с сыном? Естественно. Естественно. Но сын, когда мы даже жили на квартире, она звала сына приедет ко мне. Артур мне говорит, пап, я если и поеду, я поеду только с тобой. А меня она видеть не хотела. Дело в том, что они меня постоянно звонили, была психологическая травля, то есть я не могла... Звонили кто именно? Муж звонил бывший. Олег? Да. И даже имело место быть разговор с его Аней. Я пыталась ее убедить, как бы достучаться до нее, что она тоже мама. Зачем ей чужой ребенок? А у нее тоже есть дети? Да, у нее двое детей. Двое детей у нее? У нее две прекрасные девочки. Так и вы оказались неуслышанными? Да, конечно, потому что она мне в трубку начала меня обвинять, что я плохая мама, что только она поняла потребности моего ребенка, что только она показала ему, что значит быть хорошей мамой. И ребенок просто не хочет со мной общаться. Жень, прошу вас. Да, у меня вопрос к вам такой. Вы когда забрали вот ребенка на полтора месяца, вы жили вместе с Аней и ее детьми? Нет. Вы отдельно жили? Да, мы жили отдельно. А когда были новогодние праздники, да, они уже тогда начали просто оставаться у нас на ночь. А у вас однокомнатная квартира. И, значит, пять человек жили в однокомнатной квартире. Вы знаете, мы, скажем так, уживались. А сейчас прошу обратить внимание на экран. Мы встретились с директором школы, где учатся Артур, сын Олега и Оксаны. Ну и, собственно, вот что о нем нам рассказали. Будьте добры. Оксана, что вы скажете на это? Я скажу то, что он любит и папу, и маму одинаково. Но с вами он жить не захотел. Потому что папа пообещал ему что-то такое, о чем я тогда не знала. Он пообещал, что он поедет с ним жить в Харьков к бабушке. Он пообещал ему велосипед. Ясно. Ирина, как вы считаете, могли ли вот такие слова папы, если они были, действительно подкупить 11-летнего подростка? Действительно могли. Потому что ребенок, я сейчас больше верю маме. Потому что то, что она говорит, это логично. И ребенок в таком возрасте, да, и ребенок в таком возрасте, он способен на то, чтобы все-таки купиться. Купиться на велосипед, купиться на бабушку в Харькове, купиться на какие-то вещи. Ребенка можно купить. И вы, как папа, вы поступаете просто аморально. Ребенка не купишь велосипедом и другой квартирой просто. И абсолютно неважно, какие там условия. Если ребенок ведется на такое, то подумайте, какое там должно быть эмоциональное состояние этого ребенка, что он хочет уйти уже куда угодно. Вот я добавлю к сказанному. Я вижу то, что еще у вас сохранились чувства к своему бывшему мужу. Ну, скажем так, если ось координат, то это ноль. Ну, мне кажется, вообще там любви изначально не было. Извините, конечно, мне так показалось. Просто люди сошлись и жили. Потом раз и ребенок. Вот мне так кажется. И я, честно, вы извините, но неужели у вас такой бардак в доме? Вы меня простите за дело? Мы сейчас, кстати, записали интервью с соседями Оксаны и Олега. Будьте добры, внимание на экран. У него вечно друзья по подхоте. Вечно, как не на природе, то с пьяницами достоиняется. Ну, если бы ты хороший отец, то ты пришел бы и помог бы ей. Там чи на городе что-то зробить, чи в дворі что-то зробить. Дитина и вона все время робила. Его никогда я не видела. Он вообще невиносимый. Я не знаю, как она с ним жила. Он же не выпускал ее вообще с хати, чтобы ни с кем не общалась. Ни где ничего. Олег заборонял Оксане спілкуватися с подругами и с соседями. У них никогда ни гостей не было, ни друзей не было. Он себе на работе, приехал с работы, у него были друзья. А в ней не было никого. Он сильно такой агрессивный. Он на это может прийти и кричать, так как чуть не биться до людей кидаются. Мы его, например, я лично с мужем его боюсь. Ну вот, Инна, у вас был вопрос о бардаке к Оксане. А на самом деле соседи-то говорят о том, что все вопросы, в принципе, должны быть все к Олегу, потому что он был сильный. Я могу ответить на ваш вопрос. Я извиняюсь. Я поняла, что вам муж не помогал, не уделял внимания. Абсолютно. Я могу ответить на этот вопрос. Ну печку помыть можно, вы извините. Когда снимали передачу, я уже месяц там не жила в этом доме. То есть он заброшен на этот дом? Нет, он вместе со своей женой там живет. Так подождите минуточку. Олег нам показывал те условия, в которых живет он, пытаясь вылать их за ваши условия, что ли? Дело в том, что когда он у меня был там, он был, не она. Так, послушайте, вы сколько уже в этом доме живете? Девять лет почти. Нет, вот в этом доме вы живете девять лет? Да. То есть за эти девять лет вы не могли вынуть тряпку из холодильника? Вы там живете, это ваш холодильник, его мужчина. Так вот пока я там жил, там же они без продукта. Только на кухне будут такие холодильники испорченные, грязные, да? Не будет условий для женщины, не будет там кухни нормальной. Вот там будет беспорядок. Это ваша вина в первую очередь. Теперь я понимаю, почему мальчик вместе с ней. Там у нас родились почему-то продукты, а не грязные тряпки. Вот такие интересные моменты. Я хочу сказать, Оксана, он вас не поломал. Вот я за вами хочу следствовать. Вы интеллектуально довольно разумная женщина. И я хочу сказать, Олег, вы знаете, я, может быть, вас все устраивала. Коханка, дружина, которая работает, вы в отряджениях. Но, может быть, что-то пошло не так. В какой-то период, может быть, что-то где-то переломалось. Но, Оксана, я вам честно скажу, я перед вами преклоняюсь. Наша следующая героиня пошла на преступление. Но эта женщина уверена, что сделала все абсолютно правильно. Встречайте, пожалуйста, Наталью. Наталья, кем вы приходитесь, Артуру? Бабушкой. А что вы такого сделала? Я сказал, что вы совершили преступление. Да, я действительно выкрала ребенка, чтобы спасти свою дочь и внука от этого тирана. Внимание на экран. 60-ричная Наталья Хоменко – пенсионерка. Через давню сварку Наталья довго не спілкувалася з дочкою Оксаною. Дуже злий він, дуже злий. І дуже він агресивний, дуже агресивний. І ви понимаете, він бреша, кругом він бреша. Згодом жінки помирилися. Наталья продала квартиру в Харкові і переїхала поближе до старшої доньки, аби наглядати за єдиним онуком. І зятим у Натальї одразу стосунки не склалися. Я тебе убью, я тебе зарежу. Так Олег угрожал вам? Конечно, он состоялся. Так. Я тебе убью, я тебе зарежу. Вот. І мені прийшлося ти в школу, щоб пообщатися з внуком. Ну, коли я прийшла в школу, мені позвонили з вільниця. І кажуть, вашу дочку з'єрвним стримом забрала скоро вільницю. Я тоді кажу Артуру, ну що, Арту, біжимо до мамы? А він кажучи, да, біжимо. Коли ми прибіжили до вільницю, рібінок подивився на маму, він іспугався так, що тут. Він почав її обнимати і сказав, що я більше в эту малину не піду. В какую малину? А вот в таку малину, куди папа води віга постоянно. Це що таке? Що ви маєте ввідо? Там, де п'янка, там, де драка, там, де постоянно діти маленькі п'ють водку. Так, минуточку, дайте-ка поподробніше. Тобто, ви хочете сказати, що Олег взял свого дітка і увел туди, де п'ють? Да. І... І займаються сексом. Діти це все бачуть, тому що вони спят на одній кровати за цей Лизою. І спят вони... С кем спят? С Лизою. С Лизою? Дівочко, дівочко, цієї Ані, дівочко. А вони спят... Артур туди, Лиза сюди. Це вам сам Артур розказав? Звичайно. Ага. Так, подождіть-ка минуточку. Олег, ви действительно піли при дітях і займалися сексом? Ні, звичайно, це бред. Дівочко, що вони робили. Дівочко, що вони робили. Дівочко, я вже висловлюю. Як папа вместе з любовницей занималися сексом? Але що скриває сама мама Артура? На що она решилася променять собственного сина? А які ж ще ужаси розказував Артур вам о житні з папою? Діло в тому, що там, де вони жили, на той квартирі, він планировав ще викрадання цієї дитини ще з літа. З літа, тому що він звонив і знову спрашивав Артура, ну скажи, як там Мігера? Це, виходить, мама. Як там Мігера? А він ні разу не подумав, що я цей розмовір можу слухати. А Артур, граючись, включає телефон на громкую зв'язку. І я все це слуху. Що він прямо кажуть? Куди він його посілає? Куди він має йти? Тобто він настрає ціна проти вас і матері? Да, да, да. Постоянно він, постоянно, постоянно. Мама плоха, він хороший. Знаєте що? Олег нам сейчас буквально сказав, що не вірить ні Оксане, ні її мамі. Але у нас є запись розговору з вамим Артуром. Давайте послушаємо, що він нам розказав. Горівка посіла, бо на кухню зайти на вазу, бо там курять і див таке, що там на кухню зайдеш і там міста нема. Дитина менша тіна, там чарки стояли з горівкою, там вона заходить, заваз так на лавочку, взяла, стягнулася і це не раз було. Вони казали, що скільки тих дітей і горівкою не поїде, то вони все одно не засипають. Олег, це сказав ваш сін. Я розумію, я це все вирішую. Ви сі можна? Нет. Як ви на це відповіте? Ви сказали, що просто ви не вірите цим жінкам, але це тепер, говорить, вже і ваш сін. В последнее время, скільки він живет там с мамою, там до такої степени психологічний прессинг на ребенка. Ви даже себе представити не можете. А развращение в такій степени ребенка? Ну, послушайте, но с другой стороны, действительно, не кажется ли вам странным, что сначала 11-летний Артур говорит о том, що він хоче жити з папою, говорит директору школи в розговорі в личному, а потом, значит, в розговорі с нами, він говорит о том, що, нет, з папою жити невозможно, потому що там і курять, там і дітей спаївати. Це манипуляція ребенком? Дело в тому, що ребенок сначала захотелся з папою, до того, як він пожив з папою і увидел все на своїх глазах. Коли йому пообіщали. Да, коли обіщали, що буде красиво, буде велосипед, там все прочее, ребенок согласился. Але коли пожив з папою, в тех условиях, коли папа занимається сексом, так понимаю, да, своей новой женой, присутствие дітей, ребенок это все увидел і понимає, що вже не хоче там жити. Катерина, я вам зараз дам один цвях, ви його заб'єте, останній. Значит, берете цей запис дитини, йдете в опікунську раду і в прокуратуру, пишете заяву про розбищення по 156-й, він до вас на колінах буде лазить і питати вас, коли можна взяти дитину. Після цього буде зовсім інша розмова. Але не спешити делать вводи, в цій історії не все так однозначно. І, можливо, та інформація, яка прозвучить немного поздніє, заставить нас усомнитися і в словах Оксаны, а може бути, дійсно, в словах вискрінності самого Артура. Давайте пока вспомним, що по словам Оксаны, в течінні дев'яти лет муж жил фактически на дві сім'ї. Вона поняла потребности моєго рібінка, що только она показала їм, що значить бути хорошей мамою. Среді білого дня отец якоби вкрал рібінка у собственій матері. Рібінок подивився на маму, і начав її обнимати, і сказав, що я більше в цю малину не піду. Але сам Олег утверджає, що нічого подобного він і не робив, тому що сін пошел вместе с отцом по добрій волі. Але що скажет жінчина, яка фактически розбила сем'ю, наскільки ми розуміємо, і який компромат у неї є на саму Оксану? Олег, скажіть, будь ласка, ви де зараз живете? Сейчас, в дому. В цьому домі? В цьому домі. Як так получилось, що живете зараз там ви, а не Оксана? А почему я должен снимати квартиру, платити деньги? Причем, зараз зимний период, і я сижу, скажімо так, без роботи, я строитель. Я пришел, в один прекрасний день, домой, з намеренням просто нормально поговорити і объяснить, що, извини, у нас не получается, но... Здесь три комнаты, і я буду жити здесь, в своєм домі. Перший раз, коли у нас состоялся такой разговор, просто-напросто, после этого разговора, скажімо так, я... Поговорили там, я оставил вещи Артуру, которые он просил папа привезти, і пошел, он был у соседей, там, з девочкой игрался, я пошел к Артуру. Буквально через 15 минут, выйдя из этого дома вместе с Артуром, к нам подъехала машина, полностью потушенный свет, вышло три, скажем так, немаленьких мужчины, и дали мне полчаса. Если через полчаса я буду находиться еще в районе нашего дома, меня просто вывезут, так называемый Грызловский наш лес. Что це за мужчина? Ну, я не знаю, как вам объяснить. Их манила Оксана? Да, да. Что это за трое амбалов, которые подъехали на машине? Вот, амбалы, нанимали мы амбалов, щоб тебе именно убить. Просто-просто, взяли-наняли. Вот ты понимаешь, вот ничего нам делать, только наняли амбалов, щоб тебе просто побыть. Амбалы соврали, они вас не побили. Вы дома же живете? Вы же не испугались. Оксана, сколько вы за это заплатили? Наверное, минимальной зарплаты достаточно. Кормить ребенка, одеваться и нанимать амбалов. Ну, откуда взялись эти трое? Дело в том, что когда у меня возникла такая ситуация, мне ничего не оставалось, как ходить просто по городу Ватутино и кричать на каждом перекрестке, на рыночных площадях, люди добрые, помогите. Так это были трое добрых людей? Да, добрые самаритяне. Олег, вот прекращай врать. Зачем ты брешешься? Скажи, пожалуйста, зачем ты людей подписываешь? Ты вызываешь их в милицию. Свидетелям, свидетелям ты вызываешь. Что люди словом, духом ничего не знают. Ты их вызываешь в милицию. Ты че дурачок, че я не могу понять, скажи, пожалуйста. А я ничего другого от вас не ожидал. А что ты от меня ожидал? Что ты меня поцеловала, чи что? Что ты мне похлопаешь? Ты похлопаешь себе, похлопаешь. Вы сказали, вы предприняли вторую попытку. И чем она закончилась? Меня просто не впустили в дом. А Оксана не впустила? И когда она вызвала сама милицию, нам сказали, приезжайте оба туда, мы будем разбираться. А дом чей? Мой. Ваш дом? Мой. И вас туда не пустили? Да. Даже с милицией? Даже с милицией. Как это так? А вот так ей объясняли в милиции, что она не имеет права меня не впустить в мое же жилье. Да. Она не обращала внимания ни на кого. Так вы там живете сейчас? Что вы врете? Когда она оттуда ушла, вот тогда я явился туда уже. По телевизору у меня строит, а? Нет, он меня выгнал. Кто выгнал? Меня выгнал муж, вышвырнул за калитку. Вышвырнул? Конечно, вышвырнул. В прямом смысле слова? В прямом смысле слова. Да. Как это было? Расскажите. Это было, когда мы с ребенком вернулись, приехали из города. Мы пришли, обнаружили, что дверь открыта, гараж открыт. Я поняла, что муж пришел домой. Когда я появилась на пороге, я заметила, что он в доме находится не один, а с другом своим пьющим. И он так взял Артура в стороночку, а потом сказал, что все, я вернулся домой, это мой дом, иди куда хочешь. Меня он вытолкал. Это все было при Артуре? Да. Ну, это было при Артуре. Он Артура оставил в комнате, меня вытолкал за порог, закрыл дверь. Потом сам вышел и начал меня со двора выгонять снежками. Вот так вот. Я вышла за калитку, начала плакать, звонить соседям, вызвали милицию. Милиция забрала ребенка, он тоже милицию не пускал в дом. Вот. Милиция, открыли они дом, сказали, забирайте ребенка. Его повезли с собой в отделение. Мы в этот момент похватали все, что как бы на первое время какую-то одежду. Так. Все наши пожитки, это вместились, мы вызвали такси, сели мы втроем, я, мама, Артур, и все остальное, сколько вещей. Еще и собака. Да, а еще собаку забрали. И мы все в одном такси. Да. А он пошел в милицию и написал на меня заявление, что, ну на маму тоже, что мы его ограбили. Вынесли все из дома. Давайте так, у нас нет видео той самой сцены, но у нас есть аудиозапись того, каким образом это происходило. Будьте добры, внимание на экран. Мы едите, нехай тогда не волнуюсь. Мы едите, это мы едите. Да. Да. А твое, это нам стервала я, ты соромнишь. Ах ты, блядь. Это, блядь, отражало нас, блядь. А ты, блядь, ты докажешь уже рот, и нет. Я, ты, блядь, ты, блядь. Стоять, ну что, вообще, блядь. Ты, блядь, ты, блядь, ты, блядь. Это кто записывал? Это записала его Аня. Что это было за спонтал такой? Это было, когда я уже второй раз через прокуратуру добилась, чтобы мне дали как бы сопровождение, чтобы я смогла беспрепятственно забрать хотя бы свои вещи, чтобы переодеть ребенка. Вам пришлось вернуться во второй раз, и тогда вот уже и была эта сцена, правильно я понимаю? Да, это было 8 числа, на дверях висел замок, то есть он закрыл дверь, повесил замок, у меня доступа нет. А вот на этой записи кто кричал, что это мои кастрюли? Это я говорила, что это действительно, почему он привел другую женщину в дом, она будет на моих сковородках жарить. А, так это вы, значит, у Ани отбирали уже ваши кастрюли? Нет, я забирала их со стола, с кухни забирала кастрюли. А Олег не давал вам их? Не давал, конечно. Почему вы не отдавали кастрюли? Вы извините, она просто-напросто, вот говорит, объясняет, что она приехала, ей нужны были вещи Артура и ее, личные вещи ее. И выгребала она не детские вещи, не свои личные вещи. Она выгребала вот именно посуду, постели, вот это то, что ей надо. Если ты настоящий мужчина, любишь своего сына, ты сам уйдешь дома, отдашь жене и своему ребенку. А вот как поступает ненастоящий мужчина, дешевка, приводит себе другую женщину, выгоняет своего сына, единокровного, на улицу. И начинает еще вот так пальцы веером крутить. Хорошо, я отвечу вам на этот вопрос. Готовы оставить? Это не вопрос. А где он том, что... Секундочку. Оставить жене и сыну вторую половину дома, да или нет? Да, да, я готов. Все, все, забирай свою жену и так называемую, и давай, пусть живут у себя дома. А нет, подождите. Нет, нет, подождите, давайте выслушать. Нет, 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 выслушайте, пожалуйста, меня. И потом говорит, подождите. Вы выслушайте меня, пожалуйста. А я вас выслушаю. Послушайте, Олег тоже имеет право высказать свою позицию. Нет, извините, пожалуйста, прошу вас. Я не собираюсь уходить из этого дома. Знаете почему? Потому что я знаю, что дальше будет с этим домом. За два месяца она его провела в такое состояние, что жить там было невозможно. Невозможно. Послушайте, а как вы относитесь к тому, что сейчас в этой студии появится женщина, которая сейчас живет вместе с Олегом? Та самая, как уверяет Оксана, разлучница, которая пользуется ее кастрюлями. Встречайте, пожалуйста, Анну. Прошу вас, в серединочку. Оксана, тебе не стыдно? Ой, боже. Брешешь и не краснеешь. Ты сама сказала, с Олегом согласилась по поводу того, позвонила и сказала, Олег, я сейчас в городе, пошли до нотариуса, я тебе подписываю документы на отказ от дитины, а ты мне сейчас подписываешь дарственную. Как это? Отказ от детей? От ребенка? Отказ от дуров. Внимание на экран. Ганна двичі была заміжнею. С остальным человеком разлучилась нещодавно. И саме Олег допоміг жене пережити душевную травму. Ну, получается, изначально, как Олег упоминал, у меня был развод за несколько месяцев до этого. Тоже для меня это было моральной травмой довольно-таки сильной. И он меня просто психологически поддержал и очень сильно, и очень крепко. Так вы утверждаете, что Оксана позвонила сама Олегу и сказала, что я готова отказаться от сына ради дома? Да. Неделю они прожили на квартире. Оксана не вспоминала о ребенке ни разу. Не позвонила, не пришла в школу, хотя ребенок ходил в школу. Ребенок утром выходил сам в школу. Со школы сам приходил, его никто не забирал. А как ребенок к вам относился? Нормально, мы с ним подружились. Вы с ним ладили? Да. Скажите, Аня, а когда у вас начались близкие отношения с Олегом? Ну, где-то в середине вот этого скандала. Олега, ты целая профестивалила с ним. То есть, подожди. Ты на работу ехала, машину расхекала. Аня, побойся Бога, что ты врешь людям? Дорогая моя, я с ним знакома уже 9 лет. И все эти 9 лет я с ним просто-напросто по-человечески общалась. Аня, я знаю, я как ты любила. Только потом, по той причине, что когда ты сюда приехала, туда точнее, когда вы переехали, я приезжала со своим будущим на тот момент мужем вместе. Как я могла с твоим мужем крутить шуры-муры и при этом выйти замуж? А потому что у тебя талант, это твоя профессия. Меня 4,5 года вообще не было в городе. Я проживала в городе Житомир. А потому что он ехал на работу и ехал к тебе. Он был в России работал. Мы с ним даже не пересекались. Вашим детям ведь 7 и... Год и 8. Год и 8. Почти 2 годика. То есть получается, что вы рожали детей от другого мужчины, при этом уже дружили с Олегом. Мы просто общались. Да мы все эти годы поддерживали. Мы были знакомы, просто, ну, периодически созванивались постоянно. Я и говорю, дружили. Да. Ну да. Вы полагаете, что Аня, будучи в браке и рожая детей, параллельно крутила романы с вашим мужем? 4 года назад, когда они зафестивалились, они попали вместе. Это была кража. Они были вместе. Это были отношения. Вот. Их отношения. Это их отношения были. И потом он мне признался, когда они начались. Это были его слова, это не мои фантазии. Он сам мне признался. Он просил у меня прощения. Олег признался вам в том, что у них уже отношения? Да, он говорил мне об этом. Он подарил мне золотые сережки, ползал передо мной на коленях и говорил, что я хочу сохранить семью. Как вы считаете, Аня, с кем должен быть Артур? Знаете, вот отношения Артура и отца, я просто настолько... Я никогда не видела, чтобы ребенок так был за отцом, и чтобы отец так был за ребенком. Вот я разошлась с мужем, мой муж видит ребенка тогда, когда ребенок попросил, пап, я хочу к тебе. Я звоню и говорю, что вот ребенок попросился к тебе. Приедешь, заберешь? Да, хорошо. А тут, наоборот, он трясется над ним. Ну, как, знаете, вот как вочка над цыплятами. У меня точно так же только папа над ребенком. Вы готовы, чтобы этот ребенок жил с вами? Да, я его люблю, и я к нему как к родному отношусь. Где вы сейчас живете? Ну, в данный момент мы, можно сказать, практически обживаем уже дом. Тот дом, который, по сути, принадлежит Оксане и Олегу напополам. За который я плачу кредит. Оксаночка, не звезди, потому что он передавал деньги при мне на эти окна, так что не звезди. Анечка, Анечка, я свои финансовые распечатки, я сделала... Давай, 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 покажи, потому что он при мне лично передавал тебе деньги, и я знаю, какими суммами. У меня есть распечатка. Аня, можно я вам задам вопрос? Можно Ане задам вопрос? Да, прошу вас. Анечка, вы меня извините, зачем вам мужчина? Вам нужен дом или мужчина? Вот я не пойму. У вас негде жить? Мне дом не нужен, у меня есть где жить. У вас есть свое жилье? Да, у меня есть свое жилье, мне дом. А почему вы там не живете? Выгнали ее со своей квартиры, потому что она водит туда алкашей. Кого? Кто, Аня? Да, ее мама, сестра выгнали, потому что она устраивает дома притон. А теперь притон у меня в доме. Это правда, что вы написали отказ от сына в обмен на дарственную на дом? Ну что это? Это их фантазии. Ну как я мама, мама, которая воспитала 10 лет. Да ты не мама. А ты еще мама? Я 10 лет растила ребенка. Извините, я приезжаю с работы, с работы, трижды перед этим, конкретно именно вот на обувь сыну передаю деньги. Вот тебе деньги на продукты и все остальное. А вот это конкретно на обувь. Это правда. И я приезжаю. Это было при мне. Помолчи. Я приезжаю, и сын в летние кроссовках ходит по снегу. У него нету не тапочек комнатных. И у него вот такие дыры на носках. И говорит, у меня есть, папа, одна пара носков, которых я хожу в школу, а все остальное у меня вот такое вот дырявое. Давайте попытаемся сейчас успокоиться, чтобы наша программа не напоминала собрание истеричек. Послушайте, вы сказали, что Оксана готова была написать отказ от Артура в обмен на этот дом. У вас есть этот отказ? Нет, она не написала. Мы отказались от этого. Вы отказались от чего? Мы пошли к нотариусу и узнали, как это правильно сделать. На что нам нотариус сказал, что изначально вам нужно развестись, и только потом уже вы можете сделать даршину и тому подобное. Странно. Если человек звонит вам и предлагает выгодную для вас сделку, почему вы отказываетесь? Она не выгодна. Она сказала, что мы не можем такую бумагу составить. Потому что она отказ не может. Если она может написать отказ, то уже после официального развода, если они официально разведутся. Потому что сейчас они напишут эту бумагу. Или другой вариант. Вам дом тоже нужнее, чем сын. Я готов сейчас выйти из этого дома и уйти. Но вы до сих пор не ушли до появления в нашей студии. Кому вы верите сейчас больше всего, Ир? Прошу. Вы сейчас перетягиваете на себя канат, защищаясь. У вас защитная реакция. Вы сейчас говорите правду, но при этом заложником этого всего является ваш сын. И вам здесь нужно немножко не думать о своем «я», понимаете? И не о том, чтобы защитить свое самолюбие. И вам, Олег, и вам, Оксана, подумать о том, как быть лучше вашему ребенку. Ребенку плохо, когда у него такой отец. И если он вас любит, будьте, пожалуйста, достойным отцом любви вашего ребенка. Я извиняюсь, а когда мама бьет ребенка ногами, пока он кушает, это нормально? Как бьет ногами? Как бьет ногами? Стоп, стоп, стоп. Как бьет ногами? Что им вы имеете в виду? А вот так Артур сам лично рассказывал мне, рассказывал Олегу, что когда Олег был на работе на Западной Украине, они с Артуром что-то там кушали. У Артура из ложки выпало то ли мясо, то ли картошка. Он наклонился, чтобы собрать эту еду, брать, то что он его вырв... И она его била на маме, пока он не собрал эту еду. Нет, это Артур сам лично мне рассказывал. Итак, Анна пережила два развода, родила двоих детей, и сейчас готова, в принципе, забратья десятилетнего Артура. Если, конечно, подросток сам того захочет. Но что скажет ребенок? Какое примет решение сам Артур уйти из этой студии с отцом или с матерью? Мужчина, который отдал дневник, поступает аморально. Это аморальный урод. Мама плачет, я плачу, и папе очень плохо. Артур, дружище, скажи мне, пожалуйста, а с кем бы ты хотела жить? Интересно, что думает классный руководитель Артура, к которому мы тоже обратились с вопросом о том, как чувствует себя парень. Внимание на экран. Ситуация, которая сейчас есть, она эмоционально матует дитину. Он переживает очень. Это видно по нему. Он не знает, как ему делать. На уроках, если, например, переболокает с папой на перерах, тату очень часто приходит, почти каждый день сейчас приходит, с ним общается, он тогда не знает себя как вести. Он задумывается, думает про что-то иначе, а не про уроки. И бывает, конечно, что погрешивается навчание. Я бы порадила, чтобы свои конфликтные ситуации, тату с мамой, вы решили поза школы, за межами школы. Абсолютно правильно. Значит, мы собрались, чтобы на самом деле определить, помочь Артуру, с кем всё-таки действительно лучше будет парню и безопаснее. И сделать так, чтобы ребёнок не остался на улице. Правильно? Поэтому давайте обратим внимание на экран, а вы как раз прокомментируете это, Александр. Будьте добры. Итак, есть семья, есть дом. И дом приобретён в браке. Площадью почти 50 квадратных метров. 10 с лишним соток. И, значит, вот распадается семья. Значит, суть этой графики сводится к тому, что если распадается семья, есть дом, семья распадается, и ребёнок остаётся, к примеру, с мамой, то маме и ребёнку достаётся 2 трети дома. Это так? Или нет? Есть один нюанс, я вам сейчас поясню. Справа в том, что судья враховывает этот момент, конечно, но суд враховывает также другие моменты. Что заработалось, что вытрачалось, есть автомобиль, он в кредите, кто его выплачивал. То есть, если это всё враховывать в этой ситуации, то судья, конечно, может оставить большую часть женщины. Это абсолютно нормально. Итак, родители не могут поделить 10-летнего Артура. Отец готов на всё. Её, насколько мы понимаем, лишь бы оставить ребёнка себе. Но ведь и при этом ещё остаться, конечно, в доме, в котором они жили все эти 9 лет совместной жизни. Я не собираюсь уходить из этого дома. Знаете почему? Потому что я знаю, что дальше будет с этим домом. Вы готовы, чтобы этот ребёнок жил с вами? Да, я его люблю, и я к нему как к родному отношусь. Но мать Артура сама бьётся за сыном, потому что это ведь её ребёнок. Она говорит, что отдала ему всё и пыталась вложить только лучшее и привить уважение к отцу. При этом она считает, что тоже имеет право на этот дом и право жить в этом доме вместе со своим сыном. Это мой дом. Иди куда хочешь. Меня он вытолкал. Это всё было при Артуре? Да. Ну, это было при Артуре. Но с кем сам Артур уйдёт из этой студии? Кого он выберет для своей дальнейшей жизни? Как вы считаете, с кем вообще лучше будет Артуру? Оставьте, пожалуйста, свой комментарий на нашем сайте в интернете. Если у вас есть такая возможность, адрес сейчас на вашем экране. Спасибо огромное. Знаете, когда мы готовили эту программу, то совершенно случайно обнаружили, что есть дневник Оксаны. Вы ведь нам его дали? Ну, а какое вы имеете право сейчас рассказать? Не надо было оставлять его в доме. А какие вы имели право зайти в мой дом, рыться в моих вещах? Мне показалось очень неприличным, когда вы отдали этот дневник нам для использования в этой программе. Ну, может быть, это выглядит и неприлично. Ну, борются за ребенка. Борьба за ребенком. Алисей, и после этого какие могут быть отношения? Я на самом деле совершенно не решаюсь сейчас показать фрагменты этого дневника, потому что это личная жизнь Оксаны. Это было бы очень уважительно к ней. Но что вы там про себя прочли? А то, что там описан я, как она меня видела все эти лет, и зачем она со мной жила все эти годы, это ничего не значит. Что там написано? Что вы там прочли про себя? А я, видите ли, все эти годы, для нее просто способ чего-то добиться, самореализоваться. А как человек, как мужчина, я никто, зовут никак. Я ей напоминал все эти годы. Браво, браво, это правда! Это правда! Подождите! Это правда! Выслушайте! Еще раз говорю, мужчина, который отдал дневник, поступает аморально. Это аморальный урод. Чтобы выставить свою женщину, мать своего сына, на всей Украине. Может быть, это и неправильно. Это правда, что вы так написали об Олеге в том дневнике? Эта запись была совершена как бы психологически в тот момент, когда я узнала, что у него есть другая женщина. И я начинала как бы доказательства от противного. То есть, я сама себя убеждала в том, что невелика потеря. И поэтому я писала, да, я действительно писала свои мысли. Оксана, вам сейчас не нужно оправдывать. Конечно! Абсолютно! Абсолютно! Вы мне ответьте честно, Олег, Оксана. Кому нужен Артур? Я живу только ради своего сына. А так, а вам он нужен? Ну, естественно, это мой ребенок. Жень, вы общались с Артуром. Вы оценили его состояние. Чего хочет Артур прежде всего? Мы с ребенком рисовали. Ну, я думаю, вот как посмотришь на этот рисунок, сразу видно, что есть определенные у ребенка как-то сложности, потому что он нарисовал всех в нижнем левом углу. Да, что это значит? Что у ребенка нет места. Просто нет места, где он чувствовал бы себя хорошо. Ему хочется где-то спрятаться. При этом он нарисовал всех ряд, что это мама, папа и он. Папа и он, они очень похожи. Это говорит о том, что у них хорошая эмоциональная связка, он очень любит своего папу, и у них хорошие отношения. Но при этом никто не держится за руки. То есть он не чувствует близкого контакта со своими любимыми людьми, единственными, которые могут его поддержать. и при этом он сам. Когда я попросила, ну как, мы так сидели, я говорю, ну а положи сюда еще Аню. Аню он положил, ну я вот отметила, вот сюда вот фиолетовый карандаш положил, да, он сказал, я говорю, ну а вот когда появляется вот этот карандаш, Аня появляется, как себя чувствует семья? Он говорит, очень плохо, всем плохо. Мама плачет, я плачу, и папе очень плохо. То есть, ну, если брать, да, психологическое состояние ребенка, ну вот как, я как психолог, что бы я вам посоветовала? В первую очередь, это наладить контакт между собой, для того, чтобы ребенок хотя бы хоть видел, что есть кто-то, кто его понимает, и кто его поддерживает. Этот кто-то, его папа и мама. Вы, я надеюсь, услышали нашего психолога. Я сейчас попрошу выйти сюда Артура. И я надеюсь, что вы используете этот шанс показать ему, что вы рядом с ним, и что вы его облюбите, вне зависимости от своих жизненных увлечений и внутренних своих проблем. Артур, выходите, пожалуйста. А с дома, когда выгонял, он не обнимал его? Я только что произнес фразу, которая к вам тоже относилась. Оксан, вы нормально себя чувствуете? Да, хорошо. Просто Артур вышел и выбрал средний диван. Ни с вами, ни с папой Артур не сел рядом. Но... Но папа молодец. А вы остались там. Почему? Какая показуха? Он неделю ребенка не видел. Ну, пересейте сюда, к сыну-то. Сядь один, сядь один, сядь один. Вы сейчас перетягиваете. Да, вы должны быть на равных. Конечно, перетем. Артур, я рад видеть тебя в студии. Ты впервые на телевидении? Да. Как тебе наша студия? Ну, нормально. А ты боялся выходить сюда? Многие боятся выходить в студию. Да, боялся. Да? Ну, я очень боялся. Скажи, пожалуйста, как тебе живется? Ну, сейчас нормально. Иногда баба ссорится. Тебя это... Как-то расстраивает? Да. Ты часто думаешь об этом? Чего бы ты хотел? Ну, чтобы жить опять с папой и мамой. Послушай, но ведь в жизни дружище бывают совершенно разные вещи. И иногда взрослые люди вынуждены расходиться. Ну, всякое бывает. Но ведь они остаются твоими родителями. Твоей мамой и твоим папой. Ты бы хотел, чтобы они не ссорились? Да. И общались между собой? Да. Может быть, ты им скажешь это сейчас? Ну, папа все равно не захочет. Ты думаешь, мама не захочет не ссориться? Ну, они постоянно находят какую-то причину, чтобы ссориться. А кто именно находит? Ну, иногда папа, иногда мама. Как ты думаешь, что им нужно, чтобы перестать ссориться? Что им нужно сделать? Ну, найти общий язык. Как ты думаешь, почему этим взрослым людям так сложно найти общий язык? Даже не знаю. Ведь они же взрослые. Они должны быть умными. А ведут себя как дети, правда? Да. Сейчас вся страна наблюдает, как ваш сын гораздо умнее и взрослее вас двоих. Только что ваш 10-летний сын дал вам замечательный совет. Найти общий язык. Не знаю. Многое, мне кажется, сейчас только от вас зависит. Оксана, Олег. Оксан. Я не буду жить с этим человеком. Да никто не говорит, что вам нужно жить. Я не буду общаться с этим человеком, который чуть не загнал меня в гроб, который поставил себе цель загнать меня, быть счастливым домцом. Оксана, Оксана, прошу вас. Я не буду с ним общаться. Оксана, прошу вас. Вы понимаете, я, конечно, могу представить вашу боль и вашу обиду по отношению к Олегу. Но мне кажется, что вы должны прежде всего сейчас думать о том, что в эту минуту, в частности, как вообще по жизни, вы формируете свое отношение Артура к женщинам и к семейной жизни. А если вы будете продолжать так себя вести дальше, он не будет уважать женщин. Он будет считать их истеричками, извините, пожалуйста. Или другая сторона медали. Будет считать, что все женщины живут в Малине. Вы же сильная женщина и умная женщина. Вы понимаете, да? Что нужно иногда быть мудрой. Включите мудрость. Вы умная женщина. И все наладится. Вы будете жить с сыном в доме. Вам будет в гости приходить ваш супруг. Ничего страшного. Ребенок будет счастливым. Это самое важное для вас. Артур, дружище, скажи мне, пожалуйста, а с кем бы ты хотела жить? Ну, с папой сейчас. С папой. Потому что папа сейчас начну опять сказать, что дал. Вы знаете, мы сегодня попытались сделать все для того, чтобы в этой семье возникло хотя бы понимание между двумя взрослыми. Людьми. Но то, как будет развиваться дальше эта история, и то, насколько счастливым будет Артур, зависит только от этих двух людей. Об этом говорит Украина. Об этом сегодня не могли молчать и мы. Спасибо, что вы с нами. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова